На этой неделе в правительстве началась защита стратегии отраслей. Напомним, ранее губернатор дал поручение обновлённому кабинету министров представить своё видение проблематики и путей дальнейшего развития своих отраслей. Не забыть указать при этом и необходимые для этого финансовые, организационные и продвиженческие механизмы. Я лично принимаю участие в заслушивании этих стратегий. Предлагаемая стратегия – это реальная, честная оценка существующего положения дел и чёткий план их развития на перспективу. Первыми перед администрацией губернаторами и правительством отчитался соцблок. Глава Минздрава Александр Гошков подвёл итоги работы сферы здравоохранения за прошлый год. Он отметил, что задачи одноимённого нацпроекта выполнены. Из положительного на 43% снизилась смертность от инфаркта миокарда и на 17% от острого нарушения мозгового кровообращения. Увеличили обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях. Если бы в 2020 году это было 31,98, то в 2021 это 37,08. Ну, на 16% мы увеличили. В этом году по плану построить пять модульных медпунктов и одну врачебную амбулаторию. Приобрести 13 автомобилей для оставки пациентов и медработников и передать их районным больницам. Завершить ремонт в детских поликлиниках и больницах, которые был начат в прошлом году. Продолжать строительство детского инфекционного корпуса больницы на территории ЦГБ. Ну и, конечно, заниматься кадровой политикой. В Министерстве семейной и демографической политики также отчитались о проделанной работе. За 2021 год мерами поддержки обеспечено у нас 389 тысяч человек нашего населения. И на обслуживании находится 58 тысяч человек. Кадровый состав. В подвеночной сети учреждения насчитывается 41 учреждение. Штатная численность 6449 человек. В Министерстве продолжат работать над реализацией нас проекта «Демография». В задачи также войдут совершенствование работы органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних и организация сопровождения детей, оставшихся без попечения родителей. Также свою стратегию представила глава Минприроды Гульнара Рахматулина. Среди приоритетных задач – охрана окружающей среды и лицензирование отдельных видов деятельности. В результате, после утверждения всех стратегий, в правительстве сформируют единый документ, который и определит векторы развития региона.